Добрый вечер, уважаемые подписчики, зрители моего канала. Сегодня 9 июля, 6 часов вечера. Сегодня 31 градус, а влажность такая, что дышать невозможно. Я приехал на вечер посмотреть, понаблюдать за водоемом, где что плещется. Вон там уже вторую неделю сидят карпятники, все закормлено. У меня своя метода, попробуем. Единственное, что вода резко упала. Да, сил-то уже нету, где-то больше на метр, чем на метр. Ну, возможно, я сегодня останусь ночевочкой, поэтому позволю себе попить пиво. Расскажу сразу на эту тему один забавный случай, который произошел у нас. Я сам не был свидетелем этого случая, мне знакомые рассказывали. Приехал один раз наш русскоговорящий, как я называю всех наших, на рыбалку. Забросил удочки, попил пару бутылочек пива, музыку послушал, мне понравилось, переехал в другое место. А рядышком сидел местный немец, рыбак. Дедушка такой уже в годах. А мы же живем в какой стране? Настучи на ближнего, а то он настучит на тебя. Но этот дедушка раз и сразу в полицию позвонил. Так и так, тут один пьет пиво и ездит. Ну, приезжает полиция, пьете, пью, пиво, пиво. Так не положено, вы же ездите и пиво пьете. Он говорит, пиво-то безалкогольное. Вот так. Полиция едет к деду и выписывает ему штраф. Сейчас я не знаю, в Германии всегда было, кто виноват, неправо, если неправильно ты вызвал, или в аварии виноват. Было 80, в то время было 80 марок штрафу. И вот они приехали к деду, выписали ему штраф на 80. Вези, дед, бабушке подарок с рыбалки. Так что в Германии тоже, прежде чем постучать, надо 100% быть уверен. Ну что, ваше здоровье парит. Сегодня ночью, возможно, будет гроза. И перед грозой. Я неделю не был на рыбалке. Вчера сюда приехал, позавчера прикормил, приехал, сидит парень. Все, явка у меня засвеченная. Надо искать, переезжать на другие водоемы. Поклевки, я думаю, раньше вечера не будет. Сейчас 6 часов. Или с темнотой. Или глубокой ночью. Но что-нибудь карповое. Буду сидеть чисто на карпа. Что-нибудь карповое, я думаю, поймаю. Будем ждать. Красота. Но хищник ходит. Первая поклевочка. Первая поклевочка. Что это интересно? Только собрался перебрасывать. Удочки. Лещевая. Ну, где лещ, там и карп. Где лещ, там и карп. Так, ну, здесь у нас, я уже говорил. Отпускать можно. Ай ты. Давай, 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 давай. Есть водоемы в Германии, где нельзя отпускать. А есть, где можно. На этом можно. Будем отпускать. Полдесятого. Как я предполагал, такую жару не было ни одной поклевки. Сижу я на бойлой сегодня. Сейчас переброшу еще раз. И уже стемнеет. Ну, пользу я вынес большую. Я посмотрел движение вечерней рыбы. Рыба живая, играет. Ну, единственная проблема, что там сидят карпятники уже вторую неделю. И очень-очень сильно кормят. Ну, ничего, посмотрим. Я рассказывал, что здесь вот парень вчера был. Местный немец, я заезжал. Я ему показывал, куда забрасывать. И мы договорились, он оставит записку и что-то поймает. И вот там висит записка. Ни одной рыбы ноль. Ну, посмотрим. Сейчас перебросим. Единственное, что там очень много кормят. И бойлами кормят. Если с речки идет рыба. Смайна. Они как раз посередке сидят. И они отсекают. Будем надеяться. Здесь большой карп ходит. По моим наблюдениям под берегом. Если он падет под этим берегом, значит он ко мне дойдет. Сейчас перебрасываем полдесятого. И я думаю, ночью что-то будет. Ну что, как я вот говорил. Пол одиннадцатого. Только начало темнеть. И первый карп. Ну, килограмма на четыре, наверное. Будем забрасывать дальше. Что самое интересное. Он зацепился вот за внешнюю сторону. Не заглотил, а случайно вот за внешнюю сторону взял. Итак, четыре утра. Произошла вторая поклевка. Вот такой. Три, три с чем-то. Корпионец. Корпионок. Большие не клюют. Будем ждать дальше. Ну что, шесть утра. Наверное, пора собираться. Сейчас, через час уже. Ой, пять утра только. Оказывается. Все равно надо потихонечку собираться. Сейчас, через час-два опять будет сильная жара. Подведем итоги. Приехал в шесть вечера. Это моя первая ночевка. Рыболовная. Первая была лещ. Потом пол одиннадцатого. Корпионок. Где-то три с половиной. И где-то около четырех утра. Пол четвертого, четыре, уже не помню. Еще один корпионок. Что характерно? Не было ночью, вечером. Не было характерных таких хлопков, всплесков, корповых, мощных, самовых. Затиши было полное. Значит, большая рыба еще не ходит. Сейчас еще прикормим. Единственное, что я вот для себя полезное взял в сегодняшней рыбалке. То, что здесь, где я кормлю, ходит малек. И ходит довольно-таки мощный хищник с вечера. Опять же, ночью было затишье. Что-то мощное продвигается в эту сторону. Ну, крупного карпа, как я говорил, не было сегодня. Скорее всего, из-за того, что там перегородили карпятники уже две недели. И они кормят, 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 кормят. И просто крупная рыба ко мне просто сюда не доходит с майна. Ну, посидим еще полчасика. Вот такой вот рассвет. Надеюсь, будет еще одна поклевка. Ну, что, друзья. Семь утра. Будем завершать рыбалку. Меня что-то укусило в больную руку. Рука распухла. Ну, клев был так себе. Рыбачил я сегодня на бойлы вонючие. Мне кажется, я немножко не угадал с наживкой. Чтобы отсечь леща, я бойлы где-то на 20 применил. Я думаю, нужно было на цепочку, на кукурузу. Ванильную, 4 большие кукурузы. Скорее всего, я немножко ошибся. Ну, в принципе, неплохо. Леща, 2 карпа я поймал. Будем завершать нашу рыбалку. Рыбалка, в принципе, удалась. Сейчас начнется жара. Надо быстренько уезжать. Ну, как обычно. Всем не хвастанье шуи. Удачи. Мира. Здоровья. Всего самого доброго. До следующей рыбалки. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова